Всем привет! Ну что, настало время взглянуть на наследника Realme X2 Pro, а именно GT2 Pro, ведь очень долго мы искали замены этому крутому аппарату. Ведь его сочетание цены и качества даже до сих пор привлекает большинство пользователей. Но после X2 Pro бренд долго искал себя, выпуская разные смартфоны и лишь в этом году вышла полноценная замена позапрошлогоднему флагману Realme GT2 Pro. Да-да, именно он. Этот смартфон хоть и не является гиперфлагманом, у него нет IP-защиты, загнутых граней или беспроводной зарядки. Это тот самый OnePlus старой эпохи, который мы любили за мощное железо, крутой софт и нормальный прайс. Но со времен старых OnePlus прошло достаточно большое количество времени, и сможет ли этот Realme конкурировать с такими гигантами, как Google? Ведь они за низкий прайс выпускают достаточно крутой гаджет. Поэтому давайте сделаем не просто обзор на GT2 Pro, а полноценное сравнение. И напишите сейчас в комментариях, какой из этих гаджетов победит. Погнали! Но за предоставление этих гаджетов на обзор я хочу поблагодарить Pixaphone. Это крутой интернет-магазин, который позволяет даже во время войны покупать новые гаджеты, такие как Pixel или Realme. Переходите в магазин, там много интересных новинок. И вот GT2 Pro, он вышел уже достаточно давно, примерно полгода назад, но мне на старте не показался шибко интересным. Зачем нужен этот смартфон, который выходит одним из первых на Snapdragon 8 Gen 1? В нем будет недопиленный перегревающийся Snap. И в целом ничего в нем интересного нет, кроме бумажного задника. Но копнув чутка глубже, мне он показался очень интересным, ведь это тот OnePlus 10, который мы все ждали, но не дождались, а он вышел под названием Realme. Да, внешняя новинка не очень-то взрачная, если не брать понтовые версии из бумаги. GT2 Pro выглядит вполне обычно. Сзади его легко спутать с любым Realme, например, 9-й серии или GT Neo 3. Все эти гаджеты плюс-минус схожи, лишь выделяется флагман от Realme материалами. Сзади стекло матовое, сбоку алюминий. А кнопка питания выделена рельефом, чтобы те редкие случаи, когда вы пользуетесь смартфоном без чехла, кнопка добавляла чувство премиальности. И да, на фоне пикселя он выглядит с одной стороны проще, внешка у шестерки куда более броская, но менее практичная. Глянет сзади, быстрее зацарапается, большой выступ островка камеры цепляется за карман или мешает нормально лежать смартфону на беспроводной зарядке. Ну да, у Realme вообще не беспроводная зарядка, но эти матовые грани, матовая задняя крышка, это все куда практичнее. Хотя пиксель понтовит, так что вам выбирать. Ну и да, кнопки питания и громкости упомянули лишь скользко, ведь расположение у Realme, как по мне, с разнесенными элементами управления по разным сторонам кажется удобней. Да и сама кнопка питания у Realme находится куда ниже, чем в пикселе. Пользоваться китайским детищем по всем параметрам удобнее, даже несмотря на разницу в размерах экрана. 6,7 дюймов против 6,4 в пикселе. Ведь GT2 Pro уже, тоньше и легче, чем пиксель, несмотря на то, что батарея у Realme больше, но об этом чуть позже. Это не мудрено, ведь вы видели рамки у пикселя, они просто гигантские. Да и здесь установлена матрица от Galaxy A52, и сравнивать с Realme ее просто смешно. Ибо у Realme LTPO 2.0 2К матрица с адаптивной частотой от давления от 1 до 120 Гц. Это не просто какие-то красивые цифры, это все работает. Да, частота обновления реально падает до 1 Гц, при яркости выше 70%. До 30% яркости она падает до 10 Гц, ну и ниже фиксируется на 120. Максимальная же яркость у Realme шикарна, выше, чем у пикселя. Ну и разрешение 2К. Мне кажется, если производитель дает такой шикарный экран, грех им не пользоваться. Тем более, что разница между 2К и Full HD на этом экране заметна. Realme, кроме всего прочего, имеет и чип O1, который выступает в роли улучшалки для видео. Вы можете выбрать между повышением резкости, улучшением цветопередачи или дорисовки кадров, чтобы видео оказались более плавным. Для меня это все выглядит сильно искусственным, поэтому все повырубал. Но вот Трутоном с удовольствием пользуюсь каждый день, не выключая, ведь он помогает снять нагрузку с глаз, подстраивая цветопередачу под огружающее освещение. Шимы этих смартфонов плюс-минус схожи, поэтому решают именно такие штуки, как Трутон. Поэтому Realme было приятнее пользоваться при недостаточном освещении. Ну и да, посмотрите на рамки. Pixel 6, здесь подбородок больше остальных граней. Нет той самой симметрии, которая была в Pixel 5 или iPhone. Ну и нет водопадов, чему порадуются любители клеить стекла на экран. И, конечно же, Pixel на фоне Realme кажется бюджетником в плане экрана. И даже как-то сравнивать их нельзя. Единственная фишка, которая хоть как-то экран пикселя может выделить, это подэкранный сканер. И то Realme на них уже собаку съел, хотя это и не корейцы. Ведь они их ставят еще с 2018 года и сделали здесь очень быстрый и точный сканер. Поэтому скорость срабатывания у детища BBK в раза два выше, чем у Pixel. Случая вне срабатывания практически не было. Ну а расположены они оба достаточно высоко, чтобы не нужно было выгибать большой палец в неудобное положение. Но если их не сравнивать лоб и лоб, то вам оба зайдут. И вам сейчас может показаться, что я засираю Pixel. На самом деле, просто мы еще не дошли до его преимуществ. Весь у Рима действительно что экран, что внешка, это его главные козыри. Ну а Pixel все-таки, как ни крутите, флагман. И имеет все флагманские фишки, а-ля беспроводной зарядки. IP68 защиту от влаги и пыли. У него USB 3.0, в отличие от 2.0 в Realme. И хоть в Pixel один слот под сим-карту, вторую симку также можно установить в виде eSIM. Что сейчас более прогрессивно и современно. Realme же хоть и не имеет eSIM, но у него очень прогрессивные антенны, которые расположены буквально по всему корпусу. Чтобы, как вы руками его не держите, всегда имели крутую связь. Ну и стоит не забывать, у Realme стоит Qualcomm-овский модем. А он куда лучше ловит связь, чем Pixel. Быстрее восстанавливает разрыв и в целом. Каких-то проблем со связью у Realme не наблюдалось. Pixel же мог терять сигнал, сбрасывая звонок и теряя интернет-соединение. И давайте перейдем к сердцу этих гаджетов. А именно процессору. И здесь два разных подхода. Realme взяли готовое решение от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Самый крутой чип для Android. Ну а Google решили сами что-то поколдовать. Взяли за основу Exynos и сделали свой собственный чип Tensor. Новый снэп на поколение современный ЧМ Тензор. Он использует новую архитектуру ARM V9. Новый 4-нанометровый техпроцесс. Новое ядро Cortex и самые современные ISP, DSP. Сопроцессор обработки звука и самый мощный графический ускоритель. Adreno 730, который произвел революцию среди мобильных чипов. И да, прошлогодний Тензор смотрится не то чтобы проще. Просто старее. Являясь конкурентом для Snapdragon 888 и Exynos 2100. Но не нового поколения чипом. И тем не менее, Тензор себя кое-где показывает с лучшей стороны. Даже при самых жестких нагрузках Pixel грелся максимум до 40 градусов. При этом что Realme мог показать и 48. Да, 48 градусов это действительно много. Что может повлиять на долговечность нутрянки. Но при этом, кстати, никакой мощности он не сбрасывал. Всегда максимальная мощность, что бы ни случилось. Ну а Google, да, и яркость терял, и мощность скидывал. Поэтому здесь уже вам выбирать, что в приоритете. Тем не менее, при игре в Genshin Impact Realme на ультра настройках выдает стабильные 40-50 FPS. Даже играя полчаса. Тогда как Pixel уже через пару минут может сбросить яркость и опустить FPS до 20. С просадками до 10 и постоянными фризами. При этом Realme разродился за 15 минут игры на 8%. В Pixel же на целых 10. Но не забывайте, здесь 2К разрешение. Можно поставить Full HD и будет еще лучше. Но это Genshin Impact. Он не оптимизирован под Tensor и является таким уже полгода. Ведь в Apex Legend, что в Pixel, что в Realme, стабильный 60 FPS и минимальный нагрев. А вот в части софта сравнивать эти гаджеты сложно. Google здорово поработал над стабильностью смартфона. Пофиксив даже детские болезни, Pixel стало действительно приятно пользоваться. Конечно, до сих пор бездет эта шторка в 12-м Android. Но в остальном он крутой. Его фишки анимации, вибрации, всякие интересные нюансы системы. А-ля быстрой смены обоев, FPS в играх. Дают чувство того, что люди, которые создают эту систему, реально пользуются смартфоном. И хотят сделать его лучше. С Realme же стало все куда сложнее. Ведь я всегда хвалил ColorOS. Это очень крутая и стабильная прошивка, особенно для китайского смартфона. Которая дает сразу и русский язык, и Google сервисы, и работающий NFC чип. Все есть в китайцах. Но, к сожалению, когда Google и Apple шли на сближение к пользователю. И предоставляли им кучу интересных фишек, анимации, упрощения пользования. Realme все-таки остался китайцем. Да, она также вылизана. В ней мало багов. И куча настроек для кастомизации. Но все сделано не очень интуитивно. Можно даже сказать, что не так, как близко к пользователю. К примеру, есть редкие микрофрезы в анимациях. При запуске приложений есть микрофрезы. Есть фрезы, пока лента не прогрузится в Твиттере. В Пикселе все практически плавно. Ну да, Твиттер все равно фрезит. Хотя, опять же, обе эти системы на любителя. И напишите в комментариях, что вам больше нравится. Также, пока не забыл, Алиэкспресс возобновил доставку в Украину. Так что бегом в группу Телеграм со скидками. Затариваемся разной мелочью, ну и, возможно, смартфонами интересными. Ссылки будут там внизу. И, кстати, о Телеграм. Как только я запустил то, что у меня на руках есть этот смартфон, много вопросов было о том, что с уведомлениями здесь. Они приходят или приходится все еще шаманить. И скажу так, шаманить не нужно. Сразу же и Телеграм, и Инстаграм, и Твиттер присылают все как надо. Без каких-либо настроек, установок и так дальше. Все работает, не переживайте, даже на китайцах. Но в нем есть свои недочеты. Китайские магазины для обоев и стилей Always-On-Display и отсутствие украинского языка. Тут потребуется лишь глобалка. Но вот по скорости работы тут Realme, конечно же, лучше. У него выше скорость памяти. Видеопиксель, львиную долю скорости UFS 3.1, жрет Titan M2. Чип безопасности, который все проверяет и контролирует. Из-за этого пострадает скорость запуска приложений. Но честно вам говорю, сколько я пользовался что Realme, что Pixel, это просто обычному юзеру незаметно. Так что можете не париться. Ну а дальше мы идем к камерам. Здесь очень интересно, ведь на бумаге Realme прольтает полностью. Здесь хоть и 50-мегапиксельный сенсор, как у Pixel, с оптической стабилизацией. Но у Pixel это GN1. Это мощный самсунговский сенсор, который гораздо больше, чем детище от Sony. Но, конечно же, главное, что там натворили софтом. Поэтому погнали к примерам. Итак, первая фотография день. И здесь Pixel лучше отработал с HDR. И сделал фото более глубоким. Облака объемнее, цвет естественней. Цветы лучше различимы. На Realme все вышло более ярко, но четко однородно. Хотя здесь, опять же, все на любителя. Некоторым понравится и фотка с Realme. При фото с близкого расстояния оба гаджета ошиблись с фокусом. Но у Realme есть еще и проблемы с работой HDR. Он сделал фото более ярким и контрастным. На пикселе все сбалансирование. И сам цветок не пересвечен. А вот при фотографии, где на заднем фоне много ярких объектов, как здесь небо. Realme тупо не хочет фокусироваться на объекте съемки. Раз 7 фотков постоянно скидывал фокус на задний фон. Это, конечно, косяки. Нужно фиксить обновлениями. Ну а вечером без ночного режима на Realme больше шарпа. И есть неприятный шум в нижнем темном участке снимка. И по всем этим фото все выглядит однозначно. Пиксель рвет, Realme никакой. Но мы еще не подошли к ночному режиму. Уже на этом фото пиксель начинает подводить. Белый цвет на машине оказался неправильным. Ибо шестерка ошиблась с балансом белого. Ну и с яркой вывеской пиксель отработал хуже. Realme здесь лидер. На следующем же снимке цвета приятнее на Realme. Но на пикселе лучше детализация и меньше мыло. То есть для тех, кто не рассматривает пиксели, фотка на Realme окажется лучше. Ну а на этой фотографии с работой со светом лучше справился пиксель. Но в целом по ночному режиму, я бы сказал, паритет с небольшим перекосом в Realme. Но вот с шириком дела обстоят куда хуже именно у гугла. Ночью вообще мрак. Куча мыла, ужасная работа со светлыми объектами. Днем пиксель также отличается детализацией. Поэтому по ширике тут, на мое удивление, лидер Realme. Несмотря на то, что здесь бомжатский JN1. Возможно, я в нем действительно ошибался. Также у Realme есть интересные фишки. Макрофото. Хотя лучше его называть микроскоп. Обычно такое вообще не обращаю внимания. Но посмотрите на эти фотки. Вот вам необработанный снимок. И вот с чутка под кручим контрастом. Скажите, это действительно круто? И поиграться чутка можно. Ну а вот фишки со 150-градусным шириком и эффектом рыбьего глаза вышло куда хуже. Это бесполезные вещи, которые никак на практике применить нельзя. Поэтому забейте. У гугла тоже есть интересные фишки в камере. Такие как режим панорамного фото или длинной выдержки. Которые реально можно пользоваться в повседневе. Ведь гугл круто шаманится в том и все делает так, чтобы каждая фотка казалась художественной. Короче, что гугл, что рилми предлагают много чего интересного. Поэтому поиграться будет с чем. Если подвести итог по фото возможностям между этими смартфонами, то честно говоря, рилми меня удивил. Я думаю, что он вообще пролетит и сравнивать с пикселем нельзя. Но вот по ширику гугл расстроил и по ночному режиму. Думаю, гугл будет править это обновами. Хотя на рилми накалите гугл камеру и будет вообще песня. И вот мы подошли к автономности. Я решил сразу зарядить оба смартфона. А потом уже смотреть, насколько каждый разрядится при повседневном режиме и тестах. И в разных условиях разряжались они по-разному. У рилми больший разряд был именно в играх. Пиксель же разрядился больше при фотографировании. Но, на мое удивление, оба смартфона к концу всех тестов использования разрядились полностью одинаково. Процент в процент. И здесь уже решит скорость зарядки. И да, у рилми 80 ватт Superbook, который в разу-два быстрее заряжает, чем пиксель. Тем более, что у рилми в комплекте более зарядка, а к пикселю придется докупать. Ну и напоследок звук. Но здесь мало чего интересного. Оба смартфона плюс-минус играют средний. Не лучший звук, если смотреть на глубину сцены. Высоких частот не хватает. Да и бас не шибко детализирован. Обычный звук в своем сегменте. И знаете, если подвести итог, несмотря на то, что эти гаджеты это 21-го года, это 22-го года, они совсем из разных эпох. Это современный гаджет. Да, с не лучшим железом, но интересными флагманскими фишками. Рилми же это конкретно старик. Он отсылает нас в лучшие времена OnePlus, Xiaomi и Meizu. Когда флагманы на Android от китайцев имели свою душу. Давали нам крутое железо за относительно нормальные деньги. Но да, сейчас этот ценник стал уже куда выше. Но это за собой тянет кучу последствий. Софт, который отдает китайский сене. Отсутствует каких-либо вещей. Таких как USB 3.0, E7, беспроводной зарядки или IP защиты. Но для олдфагов здесь есть самое главное. Мощное железо, крутой экран и неплохие камеры. И уверен, многим это зайдет. Pixel 6 стал айфоноподобным. У него не лучшее железо, но у него есть своя душа. И интересный софт, который действительно многих кого привлекает. Поэтому напишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы выберете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И пока.